Я сразу говорю, это федовские или световские. Еще есть одна проблема, может, жилковские. То, что у нападения чисто бандитский характер, было понятно сразу, поэтому в устах местных жителей и зазвучали сразу под забытые названия казанских ОПГ. В последний раз с нечто подобным жители сталкивались в конце 90-х. Тут толпа была, мы выбежали, раздетые. В машине даже здесь мы выбежали. У нас подъезды с той стороны, пока мы отбежались, здесь нет, не получилось. Трое молодых людей, чей автомобиль сейчас находится в столь плачевном состоянии, как обычно, заехали вечером во двор своего дома. В углу двора их неожиданно зажали с двух сторон темный японский внедорожник и серебристая лада. Тут же раздались первые выстрелы. Кто-то меня увидел, что ли? Я вообще никого не видел. Водитель попытался сдать назад, но ехать было уже некуда. Он лишь повредил две припаркованные машины. Мне кричат, закрывай дверь, гони я на задний ход, и все. Врезался вперед, и все меня вычисли, ножом тыкают. Давай выходи, или что, парнем, я вышел. Парни тут же запихнули в джип, и автомобили сразу же скрылись, оставив изумленных жителей в состоянии шока. Ну, они же запомнили машину. Прав 4, 522, что ли? Спасло молодого человека то, что через несколько минут один из похитителей спросил у скрюченного на полу парня, как его зовут. Тут же стало понятно, что в криминальные планы вкралась ошибочка. Глаза взяли, паспорт посмотрели, отпустили все. Все, говорит, нормально, меня перепутали, походу, просто. ВАЗ-14 модели сложно назвать эксклюзивным или хотя бы приметным автомобилем. Видимо, жертвой как раз этого факта стал молодой человек, сидевший за рулем вот этой раскуроченной машины. По-другому объяснить тот факт, что его через 5 минут после похищения отпустили, пока не получается. Вообще у меня конфликт ни с кем не был, я не знаю, что такое может быть. Кто на кого охотился этой ночью на окольный, и кто должен оплачивать цену такой криминальной ошибки, уже выясняют оперативники МВД.